Девушки отдыхают В надежде получить ответы Словом, это нормальные вечерние разговоры Без всяких ухищрений По-свойски, без протокола И это чистейшая правда Того, кто пришел сегодня в эту студию Поговорить без протокола Вы сейчас увидите в небольшом ролике Привет вам, господа Я боюсь, Саша Я боюсь Нужно только сначала зажмуриться И вообразить себе что-нибудь Ой, да я не здешняя Сама ничего не знаю Я всегда восхищалась тонкостью вашего ума Ну вот видите, вы же сами произнесли слова приказа Ты можешь говорить со мной? Эй, дедушка! Ну что, из КГБ что ли? У меня нет работы У меня нет квартиры У меня никого и ничего нет Самое странное Что мне здесь нравится Ольга Кабо Одна из самых востребованных И самых бесстрашных актрис Отечественного кино Добрый вечер, Оля Добрый вечер Здравствуйте Те из вас, уважаемые зрители У кого есть вопросы к Ольге Кабо Звоните к нам в студию по телефону 215-13-79 и 748-14-25 Но прежде чем зрители начнут звонить Я хочу поделиться с ними информацией Которую мы почерпнули Готовясь к нашей беседе И которая стала для нас сюрпризом Сюрпризом Совершенно невероятным Потому что, конечно, мы смотрели вас в кино Видели вас в некоторых спектаклях На сцене Но читая, мы вдруг с удивлением обнаружили Что Ольга Кабо Родилась 28 января 1968 года Но 28 января Это нас потрясло Сегодня, господа, у нас еще 15 минут до конца Поэтому, Оля, мы нарушаем все Каноны нашей передачи И для того, чтобы Вас вознаградить за это бесстрашие Что вы к нам пришли Вот вам этот наш букет Спасибо большое Летний, я бы сказал Потому что вы совершенно летний человек Спасибо И гармонирует с платьем Да, вы старались Вы причастливали Скажите, Оля, а как вас поздравила Ваша дочка Таня? С утра она была очень недовольна Потому что она сказала Мамочка, я хочу, чтобы у меня был Сегодня день рождения Почему день рождения у тебя? У меня вчера был день Татьяны Ну, несколько дней назад Вчера они праздновали в садике А сегодня я хочу тоже подарки И день рождения Так что все подарки мы поделили поровну Цветы преподносились ей И я думаю, что она счастлива Тем, что у нее столько дней уже праздник Откуда мы вас выдернули, простите Где вы праздновали день рождения? Ой, у меня такой насыщенный день был В 8 утра я была уже в прямом эфире Утро на НТВ То есть ранний подъем Бессонная ночь Волнение Ну, понятно, перед прямым эфиром Потом я репетировала в театре У меня были занятия по вокалу Потом я встречалась с друзьями А вечером я пригласила своих родителей Танечку в ресторанчик Но тут ты меня и застала ваша редактор Скажите, пожалуйста И Танечка была с вами в ресторанчике? Конечно, она же наш друг Ей 4 года Ей 4,5 почти Уже пора ходить в ресторан Вы знаете, она очень взрослая И мне кажется, что вообще Если ребенок изначально с родителями С близкими людьми Он чувствует себя более защищенным Поэтому лучше мы ее возьмем с собой Нежели она будет переживать, что ее бросили А кто ваши родители? Простите, спросили мы с Ивана Ивановича Вы давно вместе уже работаете Папа у меня физик Мама у меня экономист Но очень творческие в душе люди Да, мама очень долго работала на телевидении Она была начальником ОТК Гроза всего телевидения Очень у нее жесткий, но справедливый характер И в общем она, наверное, ведущая нашей семьи То есть человек, на котором все держится Как говорят мои родители Что я взяла самый хороший от них обоих То есть рост в кого такой роскошный и фигура Ну, это все самое хорошее В общем, я сожалею, что у нас передача Такая вот как бы сидя происходит Потому что наши гости У нее замечательные фигуры, это вы все знаете по кино Но она сегодня потрясающе одета Думаю, что потому что вы пришли к нам Скажите, пожалуйста, Толь Конечно, да А сколько вы сейчас играете спектаклей на сцене театра российской армии? В конце года произошло событие для меня очень важное Я перешла из театра российской армии в штат театра Моссовета Это было решение, которое очень долго вынашивалось И для меня оно было с одной стороны болезненно А с другой стороны очень важное Потому что я около 10 лет работала и была в театре российской армии И у меня были там замечательные роли Я играла Дездемону, Беатриче Я играла Веру Филипповну, я играла Элизу с Купом Ну то есть все роли мировой классики, мирового репертуара были в моих руках В прошлом году меня пригласили в театр Моссовета И я уже год играю спектакль «Серанода Бержарак» Вы играете Роксану? Я играю Роксану Да, и Хомский поставил спектакль Полосич поставил спектакль Моим партнером является Саша Домогаров С которым вы играли в театре армии Все знаете, да Это он вас перетянул? Нет, он играл князя Звездича в театре армии А я играла не на арбине, но это была моя первая роль в театре То есть я уже была артистка с именем И Леонид Офимович Хейфиц пригласил меня в театр Вы были артисткой кино с именем Но в театре это был ваш дебют И неизвестно, привела бы меня судьба в театр Но я так благодарна Хейфицу Несмотря на все кровавые репетиции, которые мы с ним вместе прошли Несмотря на все кинематографические мои проблемы Потому что освоить такое пространство, как сцена театра армии Это нужно, мне кажется, либо быть личностью Либо просто туда не выходить Потому что пространство нивелирует человека Если он ничего из себя не представляет И никакие уловки Никакие технические Нюансы не помогут Вам не жаль его оставлять? Мне было очень жаль Покоренное пространство Это пространство Я очень люблю своих партнеров Я очень признатель Борису Афанасьевичу Морозову Который на меня оставил очень много спектаклей И вы теперь не будете там играть даже по... Я очень хотела Очень хотела оставить за собой роли Но руководство театра И в частности главный режиссер театра Бориса Афанасьевича Морозова Решил, что уходя, нужно уходить И вот... Но у вас теперь значит только одна роль в репертуаре в Моссовете? Только Оксана? Знаете, я скажу, пока одна А не страшно? Ведь критика очень неоднозначно восприняла эту роль? На самом деле... И этот спектакль Артист не имеет права быть на месте Он должен всегда совершенствоваться Всегда куда-то стремиться Мне было очень комфортно в театре армии Я вам признаюсь И я была уверена в завтрашнем дне Здесь я, честно говоря, не знаю, что меня ждет Но мне кажется, что вот это изменение То, что я сейчас должна бороться То, что я могу быть сильной и должна победить Это стимулирует на какие-то новые действия победы Что Домогаров? Домогаров вас смутил И вам предложил... Нет, что вы Эта роль предлагалась нескольким актрисам Но как-то так получилось Нет, это я знаю Хомский сказал, что должна была играть Крюкова Но Крюкова не смогла играть Потому что она... Я читал в интервью, потому что она ждала ребенка Нет, перейти сейчас в Моссовет Покинуть театр армии Покинуть театр армии Ведь это путь Домогарова Он тоже покинул театр армии И сразу стал звездой театр армии На самом деле это путь нескольких актеров И Олега Меньшикова, и Анатолия Васильева Которые переходили из театра Из театра армии И сразу начали блистать Начинали блистать Дай бог Но на самом деле Меня очень хорошо принял коллектив театра И вот за год, который я работала Я поняла Ну знаете, бывает вот с человеком Либо ты чувствуешь, что это твой человек Либо чувствуешь определенную дистанцию Вот дистанция, она никогда не мешает Но меня очень поддержали там В частности, Александр Домогаров Да и вообще все-все-все партнеры мои И не только актеры Но и люди, которые окружали И помогали процессу Это и костюмеры, и гримеры И администрация Давайте послушаем звонок от зрителей Мы слушаем вас Добрый вечер Оля Я очень люблю Ваши роли на экране Но в театре я вас, к сожалению, не видела Очень далеко живу от Москвы Да и билеты дороговато как-то стали Хотя когда-то я в театр Советской армии Ходила часто Особенно на спектакле с Людмилой Чертяной Расскажите, пожалуйста, как она сейчас Что играет, чем занята И, пожалуйста, передайте привет от ее поклонницы Спасибо большое С Людмилой Алексеевной Черсиной Мы знакомы очень давно И прошли путь Женский путь в разных апостасиях То есть мы начали наше знакомство в фильме Любовь немолодого человека Где мы играли соперниц Продолжили на сцене театра армии Где она играла Баранессу Штрали Играла Нину Арбенину То есть мы были подругами И в фильме Льва Александровича Кулиджанова Мы сыграли мать и дочь То есть я считаю, что все ипостаси мы прошли Она замечательный партнер Профессиональный человек Необыкновенная актриса с большой душой Я ее очень люблю И мне везет на хороших партнеров А как вам играется с Домогаровым все равно? Он очень чуткий партнер Он всегда разный И, вы знаете, атмосфера рядом с ним Всегда очень творческая И нельзя сказать спокойная Наверное, такого не бывает Но надежная То есть я понимаю, что мы друг друга на сцене Не подведем И действительно, каждый спектакль Начинается с того, что мы встречаемся Часа на два до спектакля Я люблю приходить в театр пораньше Хожу по сцене Но как-то мне нужно настроиться Мы обязательно проходим текст Не потому что мы его не знаем А как-то вот это такой процесс Который нам помогает Потом соединиться в последней сцене Вы играете Роксану второй раз Вы сыграли ее в кино В фильме Бирмана в 89-м году В 88-м году В 88-м году И теперь спустя почти уже 10 лет 14? 14, да, пардон Роксаны спустя 14 лет Это две разные Роксаны? Ну, как и две разные Кабо А в чем разница? Моя первая Роксана В фильме Наума Бирмана Она была ребенком Она была искренней Она была воздушной Она была легкой И у нее было все впереди Моя теперешняя Роксана Она женщина Она мудрая И именно в такую женщину Мне кажется, могут влюбиться Такие три совершенно разных мужчины Которые каждый из себя представляет Ну, определенную Как бы определенные качества Личностные, мужские Но мудрая Роксана Тем не менее Не может разглядеть Душу Серано Ну, по спектаклю А мудрая Ольга Кабо Спустя 14 лет После того Сегодня Вы можете разглядеть Мужскую душу? Мне кажется Любой человек уже счастлив Даже если он Обрел хотя бы на час Свою любовь Главное ее обрести И как сказала Цветаева Что не бывает Любви несчастной Бывает любовь неразделенная А насчет меня Вы знаете Я никогда не планирую Свою жизнь И Мне кажется Я почувствую Если что-то произойдет Но я не могу загадывать А вот та ошибка Которую совершила Роксана Она ведь В сущности Не разглядела Человека Это драма ее Вот такие драмы В жизни Ольги Кабо Были? Вот эти ошибки? Ну, знаете Так как Серано был Тоже не совсем Искренен с ней Он тоже играл Свою игру Именно он режиссер Той интриги И той трагедии Которая произошла Если бы он изначально Не договорился с Кристианом Я сейчас очень просто говорю То, наверное, бы все Произошло совсем по-другому А в жизни В жизни мне кажется Что женская интуиция Меня не подведет Не подведет? Или не подводит? У вас есть какой-то способ Секретный Как распознать Вот истинное чувство От какой-то такой игры Флирта с вами Ведь вы красивая женщина Это постоянно происходит Наверняка Вы знаете Подчас мужчина считает Что если женщина красива То она недосягаема Вы знаете Ко мне не каждый подойдет Но каждый дозвонится Слушаем вас Добрый вечер, Ольга Добрый вечер С большим интересом Смотрела ваш сериал Салон красоты Спасибо Очень такая Жизненная история Хотелось бы узнать Как проходила работа С Киркоевым Что вам запомнилось Из общения с ним Спасибо Вы знаете Филипп замечательный человек Он очень творческий И подвижный И пластичный Не физически А внутренне То есть Он не профессионал Как актер Но он так старался И он так прислушивался К советам Что в результате С ним было очень комфортно Но я все время вспоминаю Случай Когда мне было 18 лет Или даже меньше Ему было примерно столько же И мы проходили пробу Светланы Дружининой И мы сидели В Мосфильмской столовой Он тогда еще не был Киркоровым В нашем понимании Вообще Этой личности Я еще не была Ольга Кабо И вот мы сидели Смотрели друг на друга И все ужасно переживали Оба Утвердят нас Или не утвердят Нас утвердили Но к сожалению Фильм не состоялся И мы должны были играть Он турецкого хана А я какую-то Одну из его жен Наложниц Наложниц Да Была очень романтическая история Но все равно Мне кажется Что к нашему первому вопросу Что суждено То должно свершиться То есть я не фаталист Но я верю в судьбу Я помогу ей свершиться Так как мне хочется Потому что каждый человек Должен нести ответственность За свои поступки И за завтрашний И прежде всего За сегодняшний день У вас в театре Очень богатый репертуар Вот то что вы назвали Многие актрисы Ждут этого годами И не получают А вот в кино Ну около 40 ролей Да? Да Но если так По гамбургскому счету Там нет таких Значительных работ Какие мы наблюдаем На театральной сцене Вам не бывает Досадно Что Вот в том возрасте В котором вы Замечательном возрасте Вы находитесь У вас нет таких работ Которые были Скажем у других актрис В этом возрасте Тут можно назвать Там не знаю Вертинскую Купченко Там Терехову И так далее Вот Как вы к этому Относитесь Факту Простите О чем мы говорим В день вашего рождения Ну наверное Хотя это уже скоро закончится Ну день рождения Закончится Но начинается Новая жизнь Новый год жизни И конечно Я думаю о том Что я не реализованная Актриса в кино Но зато театр Открыл во мне Душу Глубину И я считаю Что вот эти 10 лет В театре Они меня очень обогатили Как творческого человека Я себе не представляю Сейчас Своей жизни Без театра Я считаю Что если актер Хочет стать настоящим актером Он должен пройти Через театральную школу А почему в кино Не случается Как вы думаете Вот вы знаете С одной стороны Вот все есть для того Чтобы что-то происходило Меня приглашали Прекрасные режиссеры Приглашали неоднократно У меня были чудесные роли Классические роли Я играла и в Достоевском И в Растане Но вот как-то все-таки Вот не складывалось И вообще мне кажется Что в кино От актера Очень мало зависит Потому что Ну может быть Процентов 10-15 Все остальное Это режиссер Монтажный стол Звучание Звучание Шумы И ты не являешься Хозяином своей роли В театре Ты независим И после того Как открывается занавес Ты можешь забыть Ну не забыть Ну в общем забыть О режиссере И никто не вторгнется В твою жизнь И ты 3 часа Будешь таким Каким ты видишь Своего персонажа Потому что изначально Полгода уже идет Кропотливая работа Разбора Я очень люблю Застольный период В кино мне этого Явно не хватает А что касается Вот сериала С одной стороны Я очень люблю Этот сериал Потому что я Несколько лет Как бы ушла Из творчества Воспитывала дочку И мне очень хотелось Вот побыть Наедине с самой собой С дочерью И так немножечко Сделать паузу Для того чтобы Осознать Кто я И что я И вот вернувшись В этот сериал Это был для меня Очень серьезный тренинг Каждый день 12-часовой рабочий день Я в центре Сериала Единственная женщина Практически все вокруг И я поняла Что это очень сложно Но к сожалению Техническая наша база Она еще не готова К тому чтобы мы Создавали качественные сериалы А конкуренция Где более жесткая Между актрисами В театре или в кино? Если честно Я ее пока не испытала Потому что я с 15 лет Снимаюсь Кстати вот В этом году я уже могу Начать отмечать 20-летие творческой деятельности Я думаю тут все Вкупе Просто я счастливый человек Оль Вы знаете Есть одна картина Вашей фильмографии Которую я Числю по разряду Культурный шок Это картина Валерия Рубинчика Комедия Телесестра Типа Аристофан Это 90-й год Или 89-й Хороший фильм И он меня конечно Удивил не только Аристофаном Я содержание знал Но вот Удивил тот момент Когда вы Осмелились Выйти на экран Нью Ну наши зрители Знают что такое Нью Вы были обнажены Для меня повторю Это был культурный шок А как вот вы Пошли на это? Вот у меня вопрос А вы только меня запомнили Нью В этой картине? Нет Там был еще Райкин Но это не так меня не взволновало Вы знаете Там было огромное количество Известных актеров И актрис Там не было ни одного человека Который бы не разделся Вы не помните Нет Вы понимаете Потому что Вы такая Романтичная Такая Положительная И вдруг так Это моя работа Это часть Моей работы А в каждой профессии Свои сдержки А что строгая мама сказала Когда увидела это? Вы знаете У нас полное взаимопонимание В семье И Я совершаю ошибки Но я за них несу ответственность Только я И мне некого винить В этих ошибках Поэтому Но мои родители Вместе со мной Переживали тот культурный шок О котором О котором вы говорите сегодня А какое место В вашем актерском Арсенале Занимает сексуальность? Сексуальность? Вы знаете Она мне кажется Внутри Это Просто такой момент Был в кинематографе После того Как долго Убеждали советский народ Что секса у нас нету И вдруг перестройка Открытие занавеса И вот всем захотелось И все режиссеры Хотели открыть Свой ноу-хау И все хотели Быть откровенны в этом Но мне кажется Вот именно в тот момент Забыли Что самое эротичное Это просто Когда два человека Мужчина и женщина Смотрят друг на друга Или держат друг друга за руку И просто чувствуют друг друга Вот в тот момент Кинематографа Этого не хватало Зато я думаю Мы прошли Совместно Эти тяжелые времена И теперь мы поняли Что есть истина Вы появились На экране Обнаженной Но тем не менее В то же самое время Вы отказались Сняться в плейбое Почему? Потому что Снимаясь в откровенных Эротических сценах Мне казалось Что это все-таки Делает моя героиня И это Не самоцель То есть вы в образе? Я в образе Это для меня не самоцель Раздеться И показать Какая я красивая Хорошо сложенная Пропорциональная И необыкновенная А когда мне предложили Сниматься в плейбое Ну это уже какая-то Такая самореклама Которая мне кажется Достаточно дешевая Ну в моем понимании Не в том смысле Сколько меня собирали За это заплатить Но 25 тысяч Американских долларов Вы все знаете Да Но в тот момент Да и сейчас Наверное мне кажется В тот момент Может быть я испугалась А сейчас я уже понимаю Что мне это не нужно Такой рекламы Такого подтверждения себя Мне не надо Есть зритель Которого вы не в состоянии Зажечь Пробить Я не знаю Вот Своей энергией Вы очень энергичны Человек А вот Есть зрители Которые вам не подвластны Ну Я не вижу Всех своих зрителей Но когда После спектакля Люди плачут Или в последней сцене Все равно Вдруг я слышу Кроме звонков Мобильных телефонов Которые забывают Включить Еще и всхлипы Я понимаю Что я не зря работаю Что все-таки Хоть кто-то Но услышит И вот Сергей Федорович Бондарчук Все время говорил Что искусство Обязательно должно Привести к катарсису К очищению Вот если мы проходим С партнерами Этот путь На сцене То зрители Обязательно Поверят нам Если мы не будем лгать Прежде всего Самим себе Но критики Не поверят И вы читали Критики не всхлипывают Да Но к сожалению Я не прочитала Ни одной Аргументированной статьи Где бы рассказали Что не так В спектакле Почему Кабо Недостаточно Убедительный Или Почему Домогаров Недостаточно глубок Вы знаете То что я читала Было примерно так Что Домогаров К носу К турецкому Приклеил нос Сирано А на кого Ходят зрители Посмотреть Как же она сохранилась Благодаря плаценте маски Вы знаете Вот на этом уровне Я считаю Что это не критика Это полное нивелирование Этого жанра Когда Истинные творцы Напишут Какую-то статью Я Действительно задумываюсь О том К чему мне надо идти Ну а эти статьи Они построены На какой-то конъюнторе Вас многие знаете Упрекают Я с вами согласен Вы Нет Вы все правильно цитируете Еще как бы Очень жестко Многие упрекают вас Критики Назовем их так Что вы красивы Они не могут вам этого простить Я вот Сегодня Просто прочитал Много текстов подряд И понял Что ж такая непонятная злоба Пишут да Что мы слишком красивы Да А вот вы не хотите То есть у вас Позвищение Нет 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 У вас не посещает желание Как-то спрятать свою красоту Вас они не пугают тем самым Ну что вы Это же дар божий Если уж не говорить так возвышенно То это подарок на мой первый день рождения От моих родителей Поэтому я должна нести Это Ценить И поддерживать Поэтому Я все время это доказываю Вы знаете Это вообще большая ответственность Быть красивым человеком Но Мне кажется Что красота Это неправильно Вы все говорите Это я цитирую Нет Неправильно Товарищи Критики Вы говорите Потому что красота Она идет из души Человек может быть пропорционально сложенный И у него могут быть Самые идеальные пропорции Но он не излучает тепла И он не согревает душу И тогда он некрасив Тогда он отторгает от себя Мне кажется Что я очень богата душой Давайте послушаем Звомок зрителей Алло Добрый вечер Здравствуйте Оля здравствуйте Здравствуйте Вы моя самая любимая актриса Ой Спасибо большое И потому что вы красивая И потому что вы отважная Я знаю что вы сами трюки в кино исполняете Но еще вы мне дорогие Потому что у нас с вами много общего Я тоже одна воспитываю дочь без мужа Так уж получилось Расскажите пожалуйста Откуда вы берете силы Спасибо Ну во-первых Спасибо большое за вопрос Спасибо за комплименты Мне очень приятно Ну во-первых Я очень сильный человек Во-вторых Я оптимист по жизни В-третьих Кроме моей работы У меня есть огромное количество дел Я учусь в МГУ Заканчиваю Искусствоведческий факультет Исторический факультет отделения искусствоведения Я готовлюсь к диплому Я собираюсь защищать диссертацию У меня растет дочка Я не замужем Но у Тани есть папа И папа помогает сильно И у Тани есть мама и папа Мне помогают мои родители Бабушки и дедушки с другой стороны Поэтому я думаю Что силы мне дают те люди Которые рядом Потому что если в тебя верят Твои самые близкие Которым ты веришь В дом которых ты можешь прийти Расслабиться И быть самой собой Где тебя склеят по частям Соберут Вдохнут в тебя энергию И ты выходишь Обновленным человеком Потрясающим Мне кажется Это самое главное И теперь дочка Она У нас такая любовь взаимная Знаете Она обожает все мои роли Она смотрела все спектакли Она цитирует классику И она мне может сказать Мамочка Какой ты спектакль сегодня играешь Я говорю Отелла И злой муж за тобой гоняется Я говорю Да гоняется Мамочка У меня идея Давай позвоним Серано И он сошлет твоего мужа Отелла на войну И он там будет драться С Дегишем на шпагах И не будет расстраивать тебя Знаете Вот такая вот логика Она тоже мне помогает Во-первых То что я интересна моей дочери Не потому что я только мама А потому что я ей буду интересна Как личность Я всегда гордилась Своими родителями Я приходила Будучи маленьким ребенком На телевидение И моя мама висела На доске почета Вы знаете Я становилась выше на голову Я понимала Что вот моя мама Самая лучшая Папа защищал диссертацию Я понимала Что мой папа Самый грандиозный И для моей дочки Родители Бабушки и дедушки Самые лучшие должны быть Вы живете сейчас вместе С бабушкой и дедушкой То есть со своими родителями Ну практически да Не будем обсуждать Мой жилищный вопрос Но мы всегда вместе Вне зависимости от того Насколько мы отдалены Друг от друга территориально А вам никогда не хочется Побыть в одиночестве? Вы знаете Это то, чего мне Катастрофически не хватает Потому что Вся жизнь проходит на людях В коллективе В театре, в кино На улице И дома И дома с родителями И с дочерью И я такой ответственный человек Что если у меня появляется Хотя бы чуть-чуть времени Я все это время Отдаю ребенку Остается ночи Если они проведены В одиночестве Тогда я могу Посмотреть на себя В зеркало Пообщаться с самой собой И я очень люблю Мне никогда с собой Не бывает скучно Я читала, что вы Ночами готовитесь К зачетам Учитесь Ужас, ужас Изучайте историю искусства Какая у вас специализация Искусствовед Нет, искусствовед Понятно Это широкий Диплом Вы пишете На какую тему Я еще не начала Я думаю, что это будет Искусство 19 века русское Потому что оно невероятно Театрализованное Я подумала, что Если уж я актриса То моя первая профессия Должна помочь мне В обретении второй профессии А так как Я уверена в том Что у меня уже есть тыл Моя вторая профессия Знание английского языка Допустим Плюс К второй профессии То к своей первой Я отношусь спокойно Потому что я понимаю Что она для меня Ну как бы вот Не то, ради чего я буду Нет, я не то говорю То есть Я никогда не впадаю в депрессию Потому что Я понимаю, что у меня есть такой тыл И у меня столько занятий интересных А роли мои Они меня дождутся Или я их И к счастью Я лишена той суеты Чтобы хвататься сейчас За все, что предложено Мне кажется, что у меня есть возможность Дождаться И вот именно той роли Которой пока, к сожалению Не было Хотя я очень люблю фильм В Александре Кульджан «Вумирать не страшно» Я считаю, что Замечательное кино Я считаю, что Вот это моя роль И я благодарна судьбе Что она меня свела С Натальей Анатольевной И с Львом Александровичем У нас звонок от зрителей Слушаем вас Ольга, добрый вечер Добрый Погромче, пожалуйста У меня к вам вопрос Относительно вашей рекламы Плацентарной маски Я купил жене эту самую маску Очень дорогую, надо сказать А она ей не помогла Видно, конечно Ну что поделаешь Видно, не судьба А вам эта маска действительно помогла Или это рекламный трюк? Спасибо за ответ Спасибо большое за вопрос Вы знаете, мне кажется Любое косметическое средство Нужно подбирать индивидуально То есть с помощью специалистов В зависимости от того Какая у тебя кожа Сколько тебе лет И какой у тебя ритм жизни Если просто покупать Дорогостоящие Разрекламированные средства То они могут тебе не подойти Что касается меня То когда мне нужно Быстро восстановиться И выглядеть супер Я пользуюсь именно Этой плацентарной маской И мне действительно очень нравится Это реклама Мы закончили на том Что узнали Что вы будете заниматься Искусствоведением И что я ночами занимаюсь И готовлюсь к экзаменам Да, я знаю Но я читал Может быть это не правда Что вы собираетесь Получать еще и третье высшее образование То ли еще будет Это правда? Что человек Богат своим знанием Красота, молодость Тленные и не вечные А единственное накопление Которое может быть Это только знания А вам Вот у меня сложилось ощущение Оля Вы извините Уже день рождения кончился А программа без протокола Что в этом есть некое Пожирание свободного времени Вы не хотите Это свободное время Которое у вас может образоваться Отдать личной жизни Нет ли тут бегства от самой себя? Ну что вы Это же так интересно Мне кажется Каждый человек Должен стремиться К таким знаниям Знать что вокруг Где ты живешь Ну разве для этого Обязательно ходить в институт? Это же можно Просто читать книги Вы знаете А это Во-первых Очень организует Во-вторых Систематичный Системный подход Занимает время Организует Нет Нет Дело в том Что в МГУ Веками Складывается система Образовательная И мы проходим Искусство От и до Ну может быть Я не такой организованный человек Что просто сидеть на диване И читать книжку Мне нравится Когда мне все выстроят И мне нравится Что я сдаю экзамены А вы считаете что в этой профессии Вот гипотетически Вы допускаете возможность Что вы будете Профессии искусствоведа Зарабатывать себе на жизнь Я не знаю Но то что мне нравится Писать какие-то Работы Статьи Нравится оценивать памятники Я просто смотрю Немножко с другой стороны На это Я воспринимаю Президение искусства Очень образно На первом курсе Я написала работу Сравнительную характеристику Двух соборов Архангельского и Успенского Соборов Московского Кремля Вы знаете Педагог заплакал А все встали и аплодировали Я не знаю что такое было Я наверное Пописала не очень Грамотно еще Потому что на первом курсе Почему же она заплакала От ужаса Ну аплодирует Не от ужаса Вы прочитали это вслух А ну да А понятно Что понятно Когда артистка читает Свой текст Еще бы понятно Вы знаете какие-то Если еще так была одета То конечно Нет я скромная студентка Давайте послушаем Звонок отзывателя Оля Оля Да Какой-то такой мой голос Что-что Я хочу Чтобы твой день рождения Никогда не прекращался А кто вы Это Манкратов черный Тебя беспокоит А Александр Васильевич Здравствуйте Я хочу тебе милая Радости Здоровья Спасибо Относи с иронией К этим двум красавцам Которые глазки тебе строят Я смотрю Они губы раскатали Ты понимаешь Да И поздравляю тебя С присвоением Тебе звания Заслуженной артистки России Это замечательно Спасибо И благодарю тебе За нашу с тобой работу Спросите о чем-нибудь Раз уж дозвонились Милые мои Просто Просто Живи Чисто Светло По-доброму Как ты живешь Потому что Это приносит Людям Радость И счастье И удовольствие Спасибо 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 Вальсан Васильевич Видишь какие Это программа Все души Просто обращаясь К нашему прошлому вопросу Я делаю то Что мне нравится Я никогда себя не заставляю Поэтому Пока мне нравится учиться Я буду учиться И для меня это важно Вы сильная женщина Скажите А сильными женщинами Рождаются Или становятся Это аутотренинг Вы сделали себя сильной женщиной Я думаю что да Я не позволяю себе расслабиться Вы занимались в детстве Во дворце пионеров В школьном В театре Юных москвичей В театре юных москвичей И сценическое движение Вас там преподавал Виктор Шендерович Виктор Анатолич Шендерович Скажите пожалуйста Какой он был педагог Замечательный Импульсивный Он в нас Заложил Веру в себя И Любовь к профессии Вы знаете Это кладезь эрудиции Этот человек Необыкновенно оптимистичен При всех своих проблемах Которые у него тогда были И сейчас наверное есть Он поставил Незабываемый спектакль До свидания овраг с нами Про бездомных псов Такой модель Наверное Современного мюзикла Кошки Ну если вот современным языком Говорить Мы страдали Плакали И мы верили ему И я рада Что вот он так Реализовал себя Я рада Что он Совершенствуется Я горжусь Что он А вот как профессиональная Как профессиональная Опытная актриса Вы могли бы дать Какой-то совет Виктор Анатолич Шендерович Виктор Анатолич Пожалуйста Вы с нами чаще общаетесь Потому что мы действительно Вас любим Те кто были с вами Когда вы были Совсем еще юный Студент Или только что Закончивший институт И вы умницы Я очень горжусь Что вы были со мной Когда я была юная А у вас остались друзья Из того периода У меня остались Да у меня осталась подруга Которая работает В театре религийского комсомола Марина Королькова Мы с ней вместе занимались В студии Она сейчас актриса Театра Ленком И вот несмотря на то Что у нас по-разному Складываются творческие судьбы Мы всегда близки друг к другу И вот у нас Мы лишены какой-то ревности Зависти И всегда готовы Друг другу помочь А когда-нибудь Вы испытывали на себе Зависть Профессиональную И скажем так Социальную зависть К вашему успеху жизненному Я даже не хочу Об этом задумываться Потому что Как только Я буду думать Кто обо мне что подумал И завидует ли мне Я опустошусь Мне кажется Я вот должна В себе хранить Вот тот ореол Который во мне есть И я этим сильна А если я буду задумываться Я боюсь Что я буду очень уязвима Как получилось так Что вы стали кинозвездой В Южной Корее Нет Как у нас Это понятно А вот в Южной Корее Я поехала сначала С фильмом Чокнутый Получила приз На фестивале Тихоокеанских стран Потом у меня там Появился агент Здесь у меня никогда Агента не было Я снялась В картине Леди Эс из Москвы Где я играла Русскую художницу Влюбленную В корейского художника Потом вы сыграли Там корейскую версию Мюзикла Юнона и Авось Да, Юнона и Авось Ну на этом А почему такой успех Вы знаете У них не было европейских Вы там были практически Национальные героини Да, да, да У них не было Европейских актеров Которые бы Вот так были востребованы Они относились К русской женщине Европейской С пиететом А как же они вас отпустили? Ну у них там Начались проблемы С Южной Кореей С Северной Кореей Да, извините И я думаю Не заметили Как вы улетели? Я улетела Мне было очень обидно Я пригласила свою маму На 50-летие На премьеру Спектакли И я думаю Вот меня ночью разбуди Я спою На корейском языке Ну скажите хотя бы сейчас Что-то на корейском языке Или спойте хотя бы Две строчки Ты меня никогда не забудешь Класс Давайте послушаем Зрителя Я должен прийти в себя Алло, здравствуйте У меня такой вопрос Несколько личного характера Но вполне безобидно У вас такая необычная фамилия Красивая на самом деле Не могли бы сказать Каково происхождение Ну скажем так Национальная принадлежность Фамилия Ну не корейская фамилия И даже не японская У моего папы Игоря Яковлевича Кабо Были родственники Такие революционно настроенные Ну я сейчас с юмором говорю Они были соратниками Ленина Я думаю Что кто-то из его ближайших родственников Просто немножко переделал фамилию В смысле партийную кличку Кобы Да И появилась Кабо То есть это легенда или это факт? Ну это не Я думаю, что это еще не факт Но уже не легенда Это в рубрике Теперь об этом можно рассказать Наверное У вас был опыт работы в Голливуде Несколько картин Вы встретили в Америке Сейчас все, кто приезжает из Америки Говорят, что они работают в Голливуде Все это не так Все гораздо проще Это низкобюджетные фильмы Которые приглашают русских актеров И я снялась в нескольких фильмах Играла с замечательными американскими актерами Но это был не Голливуд Не Голливуд в глобальном понимании Небольшой бюджет Небольшой бюджет Съемки здесь, но на английском языке То есть это офф Голливуд Как в театральном, если бы Офф Бродвей Как офф Бродвей, так это офф Голливуд Да, да, да То, что называется бемолис Но тем не менее Я месяц училась в колледже в Нью-Йорке Я учила английский язык У меня был дайлок коуч То есть именно американское произношение Я сама себя озвучивала Это колоссальный опыт Я думаю, что эти две работы были не последние А почему не продолжился этот опыт? Ну, как? Я никогда не хотела уехать У меня никогда не было такой цели Я считала, что лучше я буду Приглашенной звездой из России Чем стоящей в общей очереди У дверей Голливуда А в какой момент вы это поняли? Ну, я с самого начала То есть для вас это был только вот такой, как говорят они, экспириенс И не более того Опыт Я, когда открылся занавес Я очень много ездила с фильмами с российскими, с нашими И была и на кинорынке в Лос-Анджелесе И в Канаканском фестивале И тогда интерес к России был огромен И когда встречали актрису европейского вида И еще говорящую на английском языке Это, естественно, поражало, удивляло И со мной хотели работать Вот я сделала несколько картин И я думаю, что на тот момент это был действительно успех Сейчас я ожидаю больших и более интересных предложений А что вам больше всего не нравится в актерской профессии? Зависимость И как вы ее преодолеваете? Не мы выбираем, а нас выбирают У меня хорошая семья Я все время возвращаюсь именно к своей семье Потому что, во-первых, я никогда не ждала ролей Они сами приходили ко мне в руки Никогда за них не боролась Потому что они были мне предложены И никогда не конкурировала Потому что То, что приходится Отказываться И тебе часто отказывают Но к этому надо привыкнуть Раньше я плакала в подушку Расстраивалась Конечно, с 15 лет, когда не утверждали Было очень обидно Но потом я поняла, что Даже вот те пробы, которые я прохожу Это уже приближение к роли К этому надо относиться философски Всех ролей все равно невозможно сыграть У нас звонок от зрителей Слушаем вас Оля Здравствуйте Это говорит Лариса Михайловна Мы с вами тесно общались Когда вы проходили отбор космонавты Да, здравствуйте Добрый день Вы настолько хорошо прошли Все стендовые испытания И тем самым произвели Очень хорошее впечатление Скажите, у вас нет досады Что проект этот не осуществился? Ой, Лариса Михайловна Очень обидно Что, во-первых, не осуществился проект Во-вторых, что станцию мира разрушили Потому что теперь уже точно Долго еще не полетим, наверное Но, тем не менее Вы знаете, я авантюрист по натуре Может, с рождения дочери Это в меньшей степени Но когда мне предложили Такие странные пробы Как пройти испытания в космос А в детстве я мечтала стать космонавтом Я даже в дворце же пионеров Занималась в студии космонавтики То есть и у Шендеровича И в студии космонавтики А еще художественная гимнастика И студия бальных танцев Ну, у меня была такая палитра Которую мне предоставили родители Я могла выбрать тот оттенок Который мне пригодился в жизни И который я выбрала Оль, вы знаете, производите впечатление Круглая отличница Ну, в общем, да А вот у вас никогда не возникает А это недостаток, да? Я не знаю, у вас никогда не возникает Желание прогулять в школу? Нет Никогда? Нет И не было никогда такого? Ну, мне стыдно плохо учиться Я не хожу на экзамен Пока я не знаю, что я Дам на отлично Потому что я прихожу Все говорят, артистка Ну, да, красивая Нет, я ведь говорю не в прямом смысле А я в прямом смысле вам тоже отвечаю А я отвечаю Нет, мой вопрос Прогулять в школу Забыть о каких-то обязанностях Хотя бы на полдня На несколько часов О том, что вы отличница А ради чего? Почему? Ну, это же моя жизнь Я же за нее отвечаю Почему я должна быть Не отличница, двоечница Если я отличница Если мне хочется и нравится Учиться на пятерке Ну, почему я должна быть хуже Чем я есть на самом деле? Зачем? Человек, наоборот, должен стремиться К совершенству Лишь бы Лишь бы Нет, я не буду А что вы говорите себе Когда все плохо? Хм Что хорошее только начинается Помните эту притчу царя Соломона? Да? И это пройдет С его кольцом Которое Также Я думаю, что Спустя время Спустя ночь Говорят, что с несчастьем Надо ночь переспать Кажется, что это все суета По сравнению Ну, по сравнению, допустим С тем, что дочка с утра Бежит целовать меня И говорить Доброе утро Или по сравнению с тем, что Я бегу скорее домой Из московской центральной Из московской суеты Центра моего любимого города Бегу домой Чтобы поцеловать ее перед сном И вообще утро начинается С того, что мы желаем друг другу Доброе утро Значит, это уже Как бы стимул на весь день Субтитры создавал DimaTorzok